Гордума. Коротко о важном. Но чуть позже остановимся. А прежде все-таки хотелось бы подвести краткий итог уходящего года. Елена Васильевна, и для жителей он был непростой, и для бизнеса, и для бюджета. С какими показателями подходим? Действительно, бюджет непростой, год непростой. Но надо сказать, что мы, когда принимали бюджет на год, сформировали его, наверное, не очень хорошо. Он у нас был не сбалансирован. У нас почти полмиллиарда рублей оказался дефицит. Поэтому основная задача была с первых дней этого года максимально приложить усилия для того, чтобы этот дефицит сократить. Но внесла коррективы пандемия. Задача у нас осложнилась в этом году. И, тем не менее, вот сейчас, уже последние числа декабря, мы можем сказать, что мы заканчиваем год неплохо. Мы сократили дефицит до 194 миллионов рублей. Это при всех вот этих сложностях года. Было принято ряд управленческих решений, которые позволили этого достичь. На сегодняшний день мы реализовали все национальные проекты, обеспечили софинансирование. Мы обеспечили все социальные обязательства, которые у нас предусматривались к финансированию. И по концу года можно сказать, что мы выйдем с выполненными обязательствами. То есть те контракты, которые у нас были заключены с подрядчиками, они будут все оплачены. Те работы, которые, конечно же, выполнены. Не будет просроченной кредиторской задолженности. Ну и, наверное, самое главное, что мы действительно входим в следующий год без каких-то обязательств, которые не выполнены будут в этом году. Это очень важно. Без хвостов. Без хвостов. Елена Васильевна, а какие вот важные проекты можете отметить? Итоги, я помню, дорожного сезона мы с вами уже подводили, если мы говорим про социальные проекты. Можем примеры какие-то привести? Ну да, конечно же. Наверное, в первую очередь нужно отметить, что у нас обеспечены 130 детей-сирот жильем. Мы участвовали в проекте по молодым семьям. 28 семей улучшат свои жилищные условия. У нас завершено было в этом году оснащение школы в чистых прудах. И с 1 сентября, как вы знаете, дети пошли в школу учиться. По программе переселения из ветхоаварийного жилья мы в этом году два дома построили. И уже сегодня люди получают ордера и до конца года должны переехать. Это порядка 782 человек. Очень важно, наверное, то, что мы без проблем вошли в проект по бесплатному горячему питанию школьников начальной классы, где обеспечиваются. Кроме того, также в рамках национального проекта у нас три частных детских сада. Это Монте-Сори, Росток, Детская страна. Сегодня участвуют в том, что по стоимости, скажем так, услуг государственных и муниципальных учреждений принимают детей вот в эти частные детские сады. То есть мы дополнительно создали 223 места в частных детских садах. То есть они частные, но гражданам они обходятся точно так же, как государственные. Да, безусловно. То есть это тоже в рамках национального проекта было направление. Оно очень важно, потому что для нас обеспечение детей дошкольными учреждениями одно из самых важных и приоритетных направлений. Но если говорить про наступающий год, то давайте тоже озвучим цифры. Доходы, расходы, дефицит, если он будет, конечно, да. Претерпел ли документ какие-то изменения в этой части ко второму чтению? Ну вот с удовольствием могу сказать, что бюджет, а бюджет сформирован у нас на три года, на 2021 и включая 2023 год, мы сформировали бюджет в трехлетнем периоде бездефицитный. То есть он по параметрам у нас и по доходам, и по расходам одинаков. Но вот на 2021 год он составит 13,8 миллиарда рублей. В принципе, те приоритеты, которые у нас из года в год определяются, они у нас сохранены. По-прежнему почти 70% это расходы на социальную сферу. Определены эти расходы в рамках 18 муниципальных программ. Мы будем участвовать в пяти национальных проектах. Что касается безвозмездных перечислений между первым и вторым чтением. В этом году нам дополнительно из областного и федерального бюджета ко второму чтению выделено на миллиард 300 рублей. То есть порядка 6 миллиардов рублей это у нас безвозмездные перечисления будут. Сумма достаточно большая, но и обязательства достаточно будут серьезные в администрации города для того, чтобы выполнить все запланированные мероприятия. Я, наверное, перечислю основные, скажем, расходы или направления, на которые нам между чтением были дополнительно выделены средства. Ну, в первую очередь у нас, как вы знаете, идет строительство школы в микрорайоне Радужный. Поэтому, учитывая, что в рамках федерального финансирования средства были сокращены нам из областного бюджета, были дополнительно выделены средства. Кроме того, у нас дополнительно также выделены нам средства по программе на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Более 380 миллионов рублей, то есть совокупно в 2021 году на эти цели будет направлено 588 миллионов рублей. Планируется построить два многоквартирных жилых дома, то есть, в общем-то, серьезные, очень-таки амбициозные планы. Также в бюджете предусмотрены средства на реализацию 30 проектов по поддержке местных инициатив. Ну, вот хочу отметить, что в этом году у нас была приостановлена реализация ППМИ. Из-за пандемии, да, я помню, мы с нами очень переживали. Поэтому вот те проекты, которые были допущены к участию в отборе 2020 года, они у нас будут реализованы в 2021 году. Кроме того, у нас в следующем году запланированы расходы на продолжение строительства улиц Капитана Дорофеева и Анжелии Михеева. Это в рамках федерального проекта жилища. Кроме того, у нас запланировано строительство ливневой канализации и очистных сооружений микрорайоне Урванцева. Кроме того, наверное, очень важно, у нас был проект разработан, но несколько лет он не был реализован. Вот сейчас мы его актуализировали. И по адресу улица Пролетарская, 11А, у нас в следующем году будет строиться общеобразовательное учреждение. Проект рассчитан на 500 учащихся, но я думаю, что, в принципе, мы сможем даже большее количество детей посадить там за парты. Как вы понимаете, эта часть города у нас не имеет больших земельных участков свободных, где мы могли бы построить новые школы. Поэтому вот эта возможность по реконструкции здания позволит нам разгрузить школы, которые находятся в этом микрорайоне. Кроме того, в этом году нам в сельских школах дают на ремонт спортивных залов. Это в поселке Садаковский и поселке Бахта. Да, поэтому, в принципе, действительно бюджет получился достаточно наполненным, в том числе по участию в федеральных и областных государственных программах. Елена Васильевна, а какие предложения депутатов были учтены при формировании бюджета? У нас действительно в рамках рассмотрения на комиссиях проекта бюджета депутатами были высказаны ряд предложений, которые нашли свое применение как бы во втором чтении. Администрация города изыскала возможность на разработку проектно-сметной документации по организации кругового движения в микрорайоне Филейко. Это на пересечении улиц Подгорной, Сутыри, Ножуковского, Проезда Можайского. А также строительство участка дороги улицы Новой в микрорайоне Радужный. То есть давно тоже жители ждут. И вот положим начало по разработке ПСД. Кроме того, у нас уже не первый год на контроле вопросы, связанные с ремонтом грунтовых дорог. И в следующем трехлетнем бюджете у нас также увеличены будут расходы. Кроме того, для нас приоритетом является устройство сетей наружного освещения. Вы знаете, эта еще тема у нас остро поднималась в момент, когда мы обсуждали энергосервисный контракт. Да, я помню. Да, и обещали как раз те районы, которые у нас не имеют еще даже освещения уличного, что мы, учитывая и высвобождающиеся там лампы, и вообще как бы в принципе усилим работу в этом направлении. Поэтому также у нас дополнительно изыскана возможность и направлены средства будут. На наружное освещение. Да, на наружное освещение. Это в первую очередь касается пригорода, я бы так сказала. Там, где у нас индивидуальная жилищная застройка. И, как вы знаете, там очень много у нас проживает семей, в том числе многодетных. С детьми, да. Конечно, конечно. Поэтому для нас это крайне важное направление. По спорту хочу сказать, что у нас сумма достаточно серьезная дополнительно направляется. Это порядка 30 миллионов рублей на ремонт наших учреждений спортивных, там, где проводятся у нас секции нашими спортивными школами. Но надо сказать, что у нас это дополнительное средство, то есть сама по себе программа финансирования на более 200 миллионов рублей. По-моему, где-то порядка 230 миллионов рублей было первоначально предусмотрено. Но вот сейчас эти 30 миллионов рублей, они будут дополнительными. Кроме того, мы также настояли на том, чтобы у нас не заканчивалось направление по замене ветхих оконных блоков в детских садах и школах. Поэтому и в 2022 году в плановом периоде предусмотрели 50 миллионов рублей. Ну и, соответственно, в 2021 году тоже 50 миллионов рублей будет направлено на эти цели. Я хочу сказать, что вот с учетом этого года и последующих двух, мы, ну, если не совсем, то большую часть проблемы снимем вот именно по замене оконных конструкций, что, на мой взгляд, крайне важно. Я, насколько помню, ведь окна в школах меняются в том числе вот за счет той программы, которая есть и которая сохранится на следующий год. Это вот средства на исполнение наказов избирателей, которые у депутатов есть. Это дополнительно, да, это дополнительно. У нас действительно на каждый избирательный округ выделяется по 3 миллиона рублей, и депутаты вместе с общественностью, с избирателями принимают решение, куда, ну, наиболее приоритетно направить каждый год вот эти средства распределить. Надо сказать, что в этом году тоже немаленькая сумма была из вот этих средств наказов избирателей направлена дополнительно в школы и детские сады на замену окон. Сейчас также формируются предложения, и я думаю, что большая часть средств также у нас пойдет на эти цели. В принципе, цели у нас ежегодно – это вопросы, связанные с благоустройством территории, и вот то, что касается ремонтов общеобразовательных учреждений. Но на последнем заседании депутаты вносили предложение, может быть, расширить несколько нам перечень как раз возможностей, куда могут направлять в округах депутаты эти средства городского бюджета. Я думаю, что мы в феврале на очередном заседании Думы вернемся к этому вопросу, и, возможно, депутаты расширят его и включат сюда еще и учреждения культуры. Елена Васильевна, к сожалению, время неумолимо бежит, нам завершать с вами надо, да. Несмотря на то, что год был непростым, впереди все-таки у нас праздник, да, любимый Новый год. С чем мы к нему подходим? Если говорить не о бюджете, не о цифрах, чему мы научились за этот год непростой? Вы знаете, действительно, год был непростой, но он научил нас жить и работать вот в этих условиях, наверное, самое главное. То есть мы переформатировали свою работу, но это не повлияло на результат, что, на мой взгляд, самое главное. Даже вот если оценивать этот год, безусловно, там, например, городская дума ежемесячно непрерывно работала и по нормотворчеству, и по обсуждению всех важных, актуальных проблем и задач для города. Мы в этом году, несмотря, опять же, на все сложности, приняли стратегию социально-экономического развития до 1935 года. Буквально на последнем заседании Думы мы приняли генеральный план с горизонтом до 2040 года. То есть перспективные планы, я бы так сказала, они у нас на сегодня приняты, и мы уже понимаем, куда нам двигаться и каким образом комплексно решать те задачи, которые вот сегодня стоят перед городом. А чего пожелать можем горожанам? Горожанам я хочу пожелать, безусловно, здоровья всем. Хочется пожелать оптимизма, хорошего новогоднего настроения и, ну, наверное, самое главное – это семейного благополучия, счастья, уюта, чтобы в каждом доме, в каждой кировской квартире было тепло, уютно, комфортно, царили любовь, уважение. Спасибо большое, Елена Ковалева, глава города Кирова. На этом мы заканчиваем. Всех с наступающим Новым годом. Елена Васильевна, вас тоже с наступающим Новым годом. До свидания. Спасибо огромное. С Новым годом всех.